Продолжение следует... 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 И так получилось, что я познакомился там с американцем, который прежде был актером, но уже отошел от этих дел. И в Азии, вот там, в Бангкоке, преподавал английский язык в школе детям. И он сказал мне, что у тебя очень актерская природа. Давай-ка ты, тебе было бы правильно туда двинуть. Вот. Я так подумал, подумал, блин, как это здорово, мне человек обратную связь дает вот такую вот, да. Почему бы не взяться? И прошло еще приблизительно два года, прежде чем я вот действительно уверился в этом, что мне действительно стоит это попробовать. Я приехал сюда, вернулся в Петербург, закончил Литмо. Ну, потому что... Нужно было? Потому что нужно, потому что родители говорят, ну, освои хотя бы одну профессию, у тебя будут деньги, программист — это хорошая профессия. Говорю, хорошо, ладно, с натяжечкой. Ты его закончил? Я закончил его, да. Я даже бакалаврскую защитил на отличную. Ну, и что? Хотя третий и второй курсы у меня были с тройками. Показатель? Показатель? Ну, там показатель в другом, на самом деле. Первый курс был у меня тоже на отлично, но вот, говорю, на втором-третьем курсе я понял, что офисная работа, работа на кого-то, меня не особенно устраивает. Мне это не очень интересно. Я перестал посещать его почти. Ну, и там встретился с моментами нелицеприятными в институте. Вот. И да, я приехал сюда, я закончил его, Литмо, и понял, что надо поступать в театральную академию. Вот как доктор прописал. И ты сколько готовился к поступлению? Первый год я не поступил, не прошел ни одной консультации вообще, да. Первое испытание, которое проходит в театральных вузах, это консультация, первый, второй, третий тур. Я ни одной консультации не прошел, пошел в театральную студию, позанимался там, встретил замечательнейших педагогов, которые преподавали также в театральной академии. Вот. И благодаря Александру Всеволодне Ивановой, которая сейчас преподает сценическую речь, актерское мастерство в СПБГУ, подготовил программу, поступил уже на следующий год, поступал, почти поступил на режиссуру Красовскому, Юрию Михайловичу, и поступил Григорию Савчу-Детитковскому. А почти ты имеешь в виду, поступил или ты решал между двумя? Там нужно было решать, да, там есть такое понятие «Черный понедельник», когда нужно принять решение, ты куда идешь у тебя. Если у тебя бумаги и на тот, и на другой факультет поданы, то нужно решить, куда же ты пойдешь. Почему же не в пользу режиссура твое решение было принято? А я посоветовался, как сейчас помню, с таким актером Илья Дель, он сейчас очень известный, востребованный в Петербурге, Ленька Пантелеев, один из его спектаклей, в которых он играет главную роль, он мне сказал, что, ну вот смотри, ты пойдешь к Красовскому, и ты будешь как на старой «Волге», а если ты пойдешь к Григорию Савчу-Детитковскому, то это будет приблизительно сопоставимо с новой «Бэхой». Потому что это БДТ, потому что это режиссер, который сейчас, ну действительно, таким классический, хороший режиссер с замечательной школой. Ну вот я как-то к этому прислушался, я даже не готов спорить, прав он был или не прав, но для меня это тогда, на меня это повлияло, произвело впечатление такое, вот. И я нисколько не пожалел, что я пошел к Григорию Савчу, потому что я очень ценю и уважаю его как режиссера, как педагога. Вот, я поступил туда, отучился, закончил с красным дипломом, вот. И после этого я попал в малый драматический театр. Год там отработал, как и Илья, почти по его стопам. Вот он тоже так отспел год. Да, как артист, да. Он там год отработал, я отработал год. И после этого уже, только после этого, пока там служил, у нас с супругой моей, художным руководителем театральной гостиной ныне, мы решили начать вот такой проект, театральная гостиная Винчи. Пространство начало развиваться, и мы сейчас уже 4 года. И мы через год после открытия Винчи, мы основали вот такой паблик. Современный театр на сегодня, это крупнейшее театральное сообщество в сети. Вот, ну, по одной только характеристике, мы еще не первые, по количеству подписчиков, но по активности и всем остальным, мы уже первые. Вот, ну, я думаю, что летом ситуация изменится и в этом смысле. А можете поподробнее рассказать об этом паблике Современный театр? Каковы цели, с какими целями вы его создавали? Что вы хотели донести до читателей, в первую очередь? Ну, если уж нас слушают зрители, слушатели, точнее, да, которые, которым, в общем, не чуждо понятие охвата, активности и продаж, даже, может быть, да, пабликом этим, конечно, мы хотели охватить всю нецелевую аудиторию, но, наверное, всех людей, которым небезразличен театр. То есть мы не были ориентированы ни на Россию и не... и только на Петербург, мы не были ориентированы, мы были в целом ориентированы на вот всю театральную публику, интересующихся театром, да, служителей театра и так далее. Вот. И, конечно, были такие цели больше, наверное, популяризирующие, просветительские. Ну, чем сейчас на самом деле паблика и является, только мы сейчас переходим и в другую еще немножко нишу. Нам стало интересно, а как же можно создать театральный продукт, чтобы... и театральный продукт, и как же создать для него маркетинговую компанию, чтобы не создавать маркетинговых пузырей, да? Ну, к примеру. Как это по понятию? Ну, к примеру. Ну, к примеру. Существует некий мюзикл, не будем даже называть, какой их сейчас масса развилась в Петербурге, которые вот такие вот там и по Пушкину, и по не Пушкину. Вот. И создается такой пузырь рекламный, который говорит, вот, идите туда, идите туда, идите туда. Да, такие броские афиши, броские названия, классные фотографии, однако люди приходят на них и потом плюются. Ну, вот прям, скажем, плюются, не хотели бы больше никогда туда попадать, и второй раз смотреть уж точно. Плохой мюзикл. Плохой мюзикл, однако рекламная кампания на ура сработала, да? То есть они уже заманили к себе людей и продолжают этим это делать. Вот. А, однако, серьезные, заслуживающие внимания проекты, к сожалению, пропадают из вида зрителей, да? Ну, например, небезызвестный вам, наверное, такой театр есть в Петербурге. Он негосударственный, он небольшой, он вынужден играть сейчас на других площадках, и не всегда набирает полные залы, да? Однако почти все его спектакли, вот, какое я не припомню, они заслуживают внимания. Было бы неплохо туда сходить, всем посмотреть. Называется? Такой театр. Такой театр, так он и называется, да. Или, допустим, сейчас, к сожалению, не существует хорошей, грамотной такой маркетинговой кампании у малого драматического театра, в котором я служил. Хотя, опять-таки, почти каждый спектакль этого театра заслуживает, ну, пристального внимания, да? Лев Абрамович Додин, он относится уже к классикам театра вообще в целом. И, ну, наверное, он, наверное, не сильно заботится о том, чтобы к нему ходили зрители, потому что у него есть уже публика, определенные зрители, его сформировался. Однако, я еще раз говорю, это театр, который не везде и не всегда на слуху. Сейчас, допустим, особенно броский театр Ленсовета с Бутусовым, да? С Ирином Бутусовым. Вот, а вот малый драматический как-то немножечко в стороне. Хотя, не знаю, Даня Козловский сейчас получил золотую маску. Вот, наверное, еще будет больше людей ходить туда. Вот. Но, тем не менее, да, я вот говорю о том, что имеет значение, и что было бы здорово, если бы даже о том же малом драматическом говорили больше. Потому что это действительно заслуживает внимания. Вот. И сейчас современные театры мы немножечко пытаемся перевести в русло. А как же сделать так, чтобы именно заслуживающие внимания спектакли, продукты были на слуху? Да, люди знали о них. Вот, наверное, вот в эту сторону мы сейчас двигаем наш процесс. Вы только двигаете, или вы уже достигли результатов в этом направлении? Ну как, рассказать о них мы можем. Можем дайджест выпустить, на какие события в городе стоит сходить, да? Например, на выходных ближайших. Но ведь можно думать и дальше, идти дальше, создавать интересные проекты, IT-проекты, как-то билетные системы. Да, вполне себе. А вот немножко поподробнее, Алексей, вот этот современный театр, да? Конкретно, что там есть за... как он устроен? Что это такое? Что там есть, и чем там можно воспользоваться, скажем так, или чему там можно научиться? Да, я понял. Ну это сейчас прям нужно открыть страничку, меню паблика нашего, и увидеть, что же там есть. Там есть и аудиоспектакли, там есть и спектакли, там есть... Записи. Посты с видеозаписями, с аудиозаписями, с фотографиями и так далее, и так далее, которые рассказывают о том, что сейчас происходит вообще в современном театре, не только в Петербурге, не только в России, но вообще в мире в целом, да? Это наиболее актуальные новости, сейчас в принципе не существует ВКонтакте, альтернативы нам, потому что с выходом новости какой-то интересной театральной, через час она уже у нас, вот сразу, да? ВКонтакте, к сожалению, это, ну или к счастью, не знаю, это своя отдельная сеть, она сама в себе варится, да? А вот так, чтобы из большого интернета взять эту информацию и опубликовать, не все это делают, у нас с помощью специальных скриптов, прекрасных профессионалов своего дела, это всё попадает сразу же к нам и уже по сети расходится, да? Можно узнать, а кто занимается, кто фильтрует вообще, что является... Ну, вы же говорите, что очень много не стоящих внимания проектов, и как публиковать, как говорить зрителю именно о том, что нужно посмотреть, кто занимается отбором? Ну да, тут, конечно, существует такое, условно назовём его, мнение редакции, да? То есть я даже сейчас, он дайджест был запущен приблизительно месяц назад всего, но я сразу сказал, ребят, давайте сделаем так, вот вы каждый выдвигает какое-то своё мнение по поводу тех или иных спектаклей, я на это смотрю, и мы вместе принимаем решение, что оставить, что не оставить в этой подборке. Так мы к какой-то объективности придём, раз, два, я исключаю здесь возможность на данном этапе уж точно рекламной публикации каких-то спектаклей в этой подборке, ну, не хочется этого поддержать тот самый мыльный пузырь, маркетинговый пузырь, не хотелось бы этого делать, а вот действительно, давайте вот по чесноку, что стоит посмотреть. Вот, у нас на данный момент три редактора в современном театре, ну, и я вот как создатель выступаю в роли такого координатора, скажем так, да, вот, процессов, ну, наверное, вот так. А те редакторы, кто они по профессии? Ну, то есть, интересно же, на чей вкус мы опираемся, то есть читатели вашего паблика? Ну, помимо моего образования актёрского, да, и поскольку я в театральной тематике давно уже, относительно давно, и хожу и по театрам, и общаюсь с людьми, которые близки к театру, служат театру. Редактора у нас одна по образованию филолог, она очень близка к театру в том смысле, что постоянно входит в театры, уже такой в театрального критика в какой-то степени превратилась. Второй редактор отвечает у нас за историю с мюзиклами, с балетом и так далее. И третий специалист — это продюсер, закончила театральную академию, продюсерское направление, вот, и она тоже в курсе всех происходящих событий, не только в Петербурге, но и в Москве, и, в общем, может компетентное мнение составить точно. Ну, приблизительно вот так. Сейчас планируем ещё, конечно, добавить экспертные такой оценки от, ну, прямо уж совсем театральных людей, это театральные критики, пару-тройку человек добавить, чтобы они могли тоже какое-то своё мнение к нашему прицелу купить. То есть, если, допустим, человек, который заходит на ваш паблик, он видит, в первую очередь, информацию о том, что происходит в городе, в театральной сфере. В городе, в России, да. В городе, в России, что стоит посмотреть, что уже прошло, к чему можно прийти, когда это вновь покажут. Ну, вот смотрите, да, я понимаю, куда вы ведёте. Всё-таки, да, речь про мероприятия, про спектакли, что может быть интересно людям. Я вам честно скажу, это уже такая больше действительно рекламная и маркетинговая история, которая мне чуть в меньшей степени интересна. Почему? Потому что для начала нужно воспитать зрителя. Ну, воспитать — это грубо сказано, это очень так напыщенно сказано, воспитать. Нет, скорее познакомить вообще с театром. Ну, вот многие же люди зачастую в социальных сетях встречаются впервые с театром или начинают вот, откуда начинается путь, да, к театру. Наверное, из социальных сетей на сегодня, да. И мы сейчас пытаемся сделать этот вход плавным и правильным, потому что можно ориентироваться на попсу сплошную, а можно ориентироваться на классику и воспитать сначала в себе вкус к театру вообще, чтобы не разочароваться впоследствии в нём, да. Если сейчас пойти на современную драму, на современный театр, да, вот именно современный, не в том смысле, что сейчас актуально идёт в театре, а именно современный драма, новая драма, то можно очень быстро разочароваться в этом. Просто потому что человек может быть неподготовлен к этому. Я объясню, в этом ничего предосудительного нет, просто новодрамщики, современные театры, они зачастую упускают из вид, ну, не упускают из вид, они просто предполагают, что зритель уже подготовлен, что он, скорее всего, уже всего Чехова перечитал, всего Достоевского перечитал, и ему уже не нужно даже сюжетную линию в спектакле показывать, да. Просто можно нарезочками, этюдиками создать какой-то продукт театральный. Не все это приемлют и не все это могут принять. Я готов смотреть, конечно, такие спектакли, но вот я иногда всё-таки выступаю больше такой с классической точки зрения, да. Мне хочется увидеть, мне хочется увидеть произведение на сцене, которое будет, ну, хотя бы конгениально, ну, не хотя бы, конгениально автору, да. Я хотел бы увидеть что-то не хуже, чем у Достоевского в произведении написано. Хочу увидеть приблизительно неплохие такие же вещи, хорошие, отличные, завораживающие, увлекательные, потрясающие вещи и на сцене, да. Я не хочу увидеть зарисовку музыкальную этого произведения. Ну, мне как-то не очень интересно, я хочу большего. Да, я хочу катарсиса, если хотите, театрального, да. А вот помимо… Я так вижу, что, в принципе, твои навыки профессиональные, программирование, тебе в этом очень сильно помогают. Есть такое. Да, поэтому это здорово. Всегда призываем получать не только одно образование, чтобы какое-то из них всё-таки сработало в твоём дальнейшей жизнедеятельности. Вот. И ещё по поводу, Алексей, твоих проектов, которые у тебя есть. Расскажи о них. Я слышал, что у тебя ещё есть, скажем так, организация или правильная, сказать, академия, да? Театральная гостиная. Театральная гостиная. Театральная гостиная Винчи, да. Ну, это наш основной проект и, скажем так, базовый проект, да, потому что заниматься театром, не имея площадки, действительно очень сложно. У нас камерное пространство, всего 150 квадратных метров на Большой Пушкарской, 29. Мы начинали свою деятельность действительно, вот как правильно назвал, академия, скажем так. Ну, театральная академия, она уже существует на Маховой, и нам за ней не угнаться в том смысле, что это высшее театральное учебное заведение, да? Мы начали свою деятельность с курсов, любительских курсов театральных, актёрских, режиссёрских, где ребята за три, за четыре месяца могут какую-то определённую программу получить образование от действующих специалистов театральных, да? Ну, вот на сегодня у нас основной проект, основной курс, скажем так, флагман наших курсов, это проект-курс так называемый. На нём два педагога, программа «И сценическая речь, актёрское мастерство», преподает профессор театральной академии, ныне РГСИ, Государственный институт сценических искусств, Юрий Андреевич Васильев, да? И второй педагог на курсе, это Михаил Каргопольцев, он руководитель театра «Цех», закончил мастерскую Праудина в театральной академии ещё тогда. Вот, это порядка десяти часов в неделю занятий вот по курсу «Актёрское мастерство». Четыре месяца ребята занимаются, на выходе получается несколько спектаклей, но помимо этого, конечно же, мощная программа тренинговая по сценической речи и актёрскому мастерству. Вот, разные курсы есть, и актёрско-режиссёрские курсы есть, есть кинокурс, да, такой кинодрама, так называемый, там Александр Кудренко преподает, вот, кстати говоря, актёр такого театра. Вот, также мы сейчас с Ильёй Делем, которого я уже упоминал, мы вместе ведём курс эксцентрика. Вот, мы сейчас вынуждены были даже расширить нашу деятельность и преподаем уже не только в театральной гостиной, но и берём другие пространства, потому что мы уже, в принципе, не помещаемся в театральной гостиной, потому что у нас всего лишь один зал, а нужно вот для такого количества курсов, какое у нас сейчас, нужны ещё пространства. Вот мы работаем на площадке нового эстрадного театра. Это театр, прямо рядом с лицедеями находится, Толстой сквер на станции метро Петроградская. Вот. Сейчас, просто мы сейчас начали деятельность свою разворачивать шире, больше в сторону мастерской современного театра, так называемой. Уже создана организация, автономная, некоммерческая. Мы пытаемся найти сейчас площадку большую, с высокими потолками, с большей площадью, да, где можем развернуть деятельность и образовательную, и именно театральную, когда мы сможем по-настоящему называться международным театральным центром, когда к нам будут приезжать зарубежные специалисты, зарубежные коллективы театральные, когда смогут показывать они свои спектакли, когда будут программы образовательные, действительно, там, от педагогов по актёрскому мастерству французской школы, да, драматического искусства, немецкой, да, английской, да. Может быть, это будут короткие мастер-классы, а может быть, это будут длинные курсы, да. Ну, такая альтернатива нашему пониманию драматического театра есть мнение, оно небеспочвенное, о том, что драматического театра за пределами России не существует, да, ну, потому что Бродвей в полном смысле слова драматическим театром не назвать, это больше шоу, как и сериалы у них всё-таки шоу, да, называются, но всё равно есть неплохой драматический театр и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине, он существует не в таких масштабах, просто не в таких масштабах, как у нас, да, всё-таки, ну, правда, так вот, если сосчитать, наверное, были 150 театров только в Санкт-Петербурге, да, не единицы или, там, десятки, как в Европе, в городах крупных, да, а вот 150, вот. Неплохо. Поэтому, да, вот, и мастерская современного театра, она предполагает вот именно такой культурный обмен, взаимодействие, внесение новой такой жилы, струи, не новая, может быть, да, просто другая, из Европы, из других частей света. А можете, пожалуйста, рассказать о студентах вашей театральной гостиной? Они дальше продолжают, ну, за четыре месяца всё-таки профессии такой нелёгкой не овладеешь? Это больше для жизни или они продолжают заниматься этим? Есть дальше курсы или... Я понимаю, ну, просто многие думают, на самом деле, что вот ребята поучились у нас, куда им дальше идти, да, могут ли они сниматься, могут ли они идти в театр? Да, да, вот в этом вопросе. Отвечу сразу, нет, не могут. И это не просто жёсткая моя позиция, ну, на сегодня не существует альтернативы театральной академии в городе Санкт-Петербург. Единицы могут пробиться, там, из Герцена или из Биямса, или, там, может быть, из СПБГУ, с актёрских направлений и начать сниматься всё-таки из Университета профсоюзов. Но это сложно действительно для них, потому что сегодня театральная академия, РГИСИ, это, ну, такой знак качества, да, любой директор по кастингу, любой режиссёр в первую очередь на собеседование спросит, откуда ты, у кого ты учился, да? Мастерская там того-то, того-то, не слышала, это где? Это Герцена. А, спасибо, хорошо, да. Ну, мы вам позвоним, да? Тут, как бы, это очень важный момент, да, и альтернативы четырёхлетнему, пятилетнему образованию в театральной академии не существует. Даже курсы, там, повышение квалификации год или полтора, они не приведут к этим результатам. Ну, просто потому что, да, с кем ты будешь общаться? Вот с теми, кто знает, на самом деле. Ну, как заменить четыре или пять лет полуторагодовым образованием? Конечно. Это, в принципе, невозможно. Как и наши курсы четырёхмесячные. Я звёзд неба в этом смысле не хватаю, да? Я не говорю, что мы профессиональная школа. У нас профессиональные педагоги. У нас педагоги, которых вы не найдёте, кроме как в театральной академии, да? На секундочку. И это уже редкость большая на сегодня среди театральных школ, потому что в большинстве театральных школ преподают либо вчерашние выпускники театральной академии, либо любители. Даже такое случается, да? То есть, в профессию нельзя пускать, в профессию педагога любителя нельзя пускать, на мой взгляд. Вот. Но, да, за эти четыре-три месяца что можно получить? Во-первых, мы всё-таки предоставляем качественную программу, проработанную программу, предоставляем зарекомендовавшего себя специалиста и его метод. Если вы хотите с ним познакомиться, узнать его, для кого-то это может быть трамплином к дальнейшему постижению театра, актёрского ремесла, да? Для кого-то кто-то действительно поступает потом в театральную академию, как я когда-то, да? Я всё-таки год за занимался в театральной студии и потом поступил в театральную академию. Для меня это мой пройденный этап. Для меня это опыт и для меня это способ попасть в профессию. Таковым может и ваш путь быть, да? Для кого-то кто-то не собирается идти в театральную профессию. Он работает в офисе, ему хочется вот в качестве хобби заниматься актёрским мастерством. Или вот есть речевой курс. Вот только речью мне хочется прокачать свою речь, быть убедительным, быть заразительным, да? Кому-то это может помочь вообще в продажах. Даже такое может быть, да? Вот. Целевая аудитория широченная. Люди могут просто пойти за драйвом. Хотя мы редко предоставляем только драйв, потому что через одно, через два занятия, после того, как они подрайвили у нас на курсах, начнётся школа. И мы будем говорить, слушай, отсиживаться не получится. Просто так выходить в всякую лабуду на площадке, да, предлагать нам не получится. Давай так, идём по школе, давай репетировать и так далее, и так далее. И на выходе мы должны всё-таки быть, и мы так и есть, и мы, и они, и мы ответственны за то, что получится на выходе, что в качестве результата. У кого-то это показ, у кого-то открытый урок просто, у кого-то это прямо, скажем, интересная театральная работа, прямо спектакль, да? И были такие работы, да, которые в итоге по окончанию выливались в некий проект, ну, маленький, творческий такой? Я не скажу, что это основной такой, основные театральные работы, которые представлены в театральной гостиной, но иногда мы позволяем некоторым курсам это сделать, потому что, знаете, когда по окончании курса ребята подходят и говорят, Лёша, ты таким делом классным занимаешься, ты понимаешь, я вышла из профессии, выпала из профессии, у меня есть образование театральное, даже такие случаются, да, закончили театральную академию, и они к нам возвращают, они к нам идут на курсы, потому что, ну, я уже перечислял, почему, но они говорят, слушай, я выпала из профессии, но твоя гостиная дала мне возможность всё равно быть в ней, быть в профессии, играть. Ты хорошим делом занимаешься, пожалуйста, продолжай это, ведь это настоящий народный театр, давай мы попробуем дальше это развивать. Будет плохо, не пускай это на площадку, будет хорошо, просто обрати на нас внимание, быть может, мы ещё раз это сыграем, мы ещё раз сыграем. Я ещё раз говорю, я не выношу это в разряд профессиональных театральных работ, которые будут потом насытить весь контент театральной гостиной. У нас почти все спектакли, они именно профессиональные люди закончили театральные вузы, и они играют у нас свои спектакли. Но иногда есть такие включения, вот, например, спектакль «Слон» по пьесе Александра Капкова, курсом «Проект курс», курс назывался «Остра характерность», где преподавал как раз таки Юрий Андреевич Васильев и Михаил Крагопольцев. Вот они будут играть 5-6 мая эту работу «Слон». Спектакль «Волчок», предыдущий курс «Проект курс», «Актуальная новая драма» назывался. Там те же педагоги, но они взяли для себя там пьесу Сигарева, да, и «Волчок», и хотят ее сыграть еще раз. Это не вносится в репертуар в том смысле, что регулярно, но они хотят для себя пройти еще раз этот путь, выйти на площадку, да, и сыграть. Ну вот, наверное, так. Кто-то идет дальше на следующие курсы, да, к нам. Кто-то понял, что вот, актерское мастерство, замечательно, «Хорошо, но я хочу вот теперь в режиссуру больше». И идут на режиссерские курсы, кинорежиссерские курсы, да, ну, как-то так. И там у вас точно так же, да, строится по такой же системе? Четыре месяца? Три-четыре месяца. Все зависит от курса, все зависит от педагога, на что он готов, какая у него программа, что он хочет охватить этой программой. Да, у кого-то, кто-то на выпуске режиссерского курса дает там 8-9 работ выпускных, да, мини, небольших, но все-таки работа, кто-то дает 2-3-4 работы, да, кто-то может одну дать работу, как педагог, да. Ты считаешь, можно пойти в режиссуру, не будучи актером? Или каждый режиссер — это в первую очередь актер, и он должен пройти школу актерскую, прежде чем встать? Ну, смотрите, не так давно у нас была лекция по современному театру. У нас два неизменных спикера на этих лекциях. Александр Владимирович Платунов, он председатель Содружества негосударственных театров Санкт-Петербурга и в прошлом заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга. И Оксана Кушляева — театровед, критик, она сейчас член экспертных советов «Золотой маски», премии «Прорыв молодежный». Но они сошлись во мнении, и я, пожалуй, соглашусь в этом с ними, что вообще в режиссуру далеко не всем нужно идти. И это несправедливо, когда 18-17-летний подросток идёт в режиссуру. Точнее, не то чтобы несправедливо, это как-то претенциозно мало сказать. Не подготовлен просто человек для этой профессии. Поэтому если даже мы говорим про наши курсы режиссёрские, это мы говорим вообще в целом про режиссуру. Да, я говорю не о ваших курсах вообще. То есть стоит ли человек, если человек хочет связать себя с режиссурой, ему обязательно актёрская школа, или этот этап можно пропустить, или это... Ваше мнение лично. Ну я тут ничего нового не скажу, даже при поступлении в театральную академию, как мне в свои годы приходилось сдавать актёрский минимум. Первые два тура — это, извините, актёрский минимум. Давай покажи, что ты можешь. Сможешь ли ты просто банально показать своим актёрам то, что нужно играть или объяснить, да? Поэтому это тут ничего нового, это обязательно. Конечно. А как же ещё? Я даже себе не представляю. Хотя есть, конечно, педагоги, режиссёры, я таких знаю, что не обладают, скажем так, мягко говоря, актёрским мастерством в полной мере. И, пожалуй, на площадку им не стоит выходить в качестве актёра. Но они зато в другом, они раскрылись в режиссуре в полной мере. Да. Какой-то минимум всё равно. Да, даже вот режиссёры-философы, да, есть такое, я для себя понятие такое держу в голове, да, когда режиссёр занимается не показом сплошным, а есть такой метод, просто покажи актёру, как сыграть. Не все это приемлят, но всё равно такой способ существует. А есть режиссёры, которые путём многочасовых бесед доносят до своих актёров, что играть, и они не показывают вообще ничего. Восемь, девять, десять, двенадцать часов идёт репетиция, он объясняет, наговаривает, какие-то ассоциации свои привносит, рассказывает о том, что он прочитал совсем недавно по теме, да, рассказывает, какие ещё смежные произведения он прочитал, и доносит это до актёров. Актёры потом выходят в показ, в пробу, потом идёт корректировка, да, ещё обсуждение на два, на три часа, да, такое тоже может быть, и мне даже это чем-то больше нравится, чем просто показ. Алексей, и заключительный вопрос. Скажи, пожалуйста, а на твой взгляд в Москве сейчас вообще вот вы уникальны в своём проекте, или всё-таки есть ещё не то, что конкуренты, но есть люди тоже, которые вот так же всеми руками за театр, и хотят его и развития, и как считаешь, в Москве есть подобные проекты? — Ты имеешь в виду как СМИ или как площадка театральной гостиной? — Как площадка? Ну, площадка, я предполагаю, что, конечно, есть, потому что это нормальная. — Ну, как проект образовательный, как проект театральный? — Ну, это можно представить, а вот именно, как ты сказал, там, где можно почерпать информацию о театрах, о том, что стоит смотреть, что не стоит смотреть, такое есть, если не считать как конкретного человека, который занимается критикой театрального проекта? — Ну, во-первых, мне со своей колокольни, как вы сами понимаете, очень легко судить, говорить, какой мой проект уникальный, какой он здоровский, идите только к нам и никуда иначе, это, ну, если объективно, да, наверное, есть. — Наверное, есть. — Ну, даже не «наверное» есть, а не есть, или некое подобие есть, у всех разное направление. У кого-то есть экспертиза, ну, например, у нас, а у кого-то этой экспертизы нет, у кого-то больше направленность именно в рассказать о том, что сейчас есть в театре в целом, охватить всё, ну, да вы зайдите, пожалуйста, на любого билетного оператора, и увидите, как много там всего, что можно посмотреть. Только из этого всего не на всё стоит пойти, да. То есть разная направленность, разная эффективность построения, да, и бизнеса, и вообще работы с клиентом, зрителем, да. Поэтому есть подобные проекты, но я тут, я вообще, честно скажу, театром вообще нельзя, по-моему, заниматься, если ты не фанатеешь по нему. Ну, а как же, это служение. Не зря говорят, да, актёры в театре, может быть, для кого-то новость будет, но для нас это абсолютно обыденная история. Актёры в театре не работают, актёры в театре служат. Это служение. Большинство театров еле-еле сводят концы с концами, там нет денег, нет заработков, там актёры могут получать по тысяче рублей за выход на сцену, и это, извините меня, ну, это скромно, кто-то 500 рублей вообще получает. Но они служат театру, потому что они не могут иначе и в другом существовать. Дай бог, я ещё раз скажу, дай бог артистам и вообще людям, кто занимается каким-либо делом, свято этим заниматься и верить в её будущее и любить это дело. Напоследок, может быть, какую-то интересную информацию о ближайших проектах, о ближайших спектаклях и, может быть, то, что у вас сейчас происходит, и где зрителям, кто слушал нашу передачу, стоит поучаствовать, может быть, что-то выиграет какой-то приз, если есть такое. Алексей. Следите за информацией в паблике «Современный театр» и «Театральная гостиная Винч». Мы постоянно разыгрываем какие-то билеты, приглашаем к себе на мероприятия, очень интересные, на наш взгляд. Вот говорю ещё раз, да, у нас в середине мая пройдёт такой театральный фестиваль невербального театра. Очень смежная тематика с современным театром в целом. На сцене театра «Зазеркалье» и учебного театра «На Маховой» будет проходить несколько спектаклей от студентов европейских вузов и студентов театральной академии. Далее у нас в театральной гостиной репертуар есть, можно также заглянуть, посмотреть, что там. Это спектакли нашей театральной студии, это спектакли профессиональных актёров. Это в июне у нас пройдёт просто валом выпуск наших актёрских курсов, порядка четырёх-пяти будет, можно будет также прийти. Да, и актёрско-режиссёрские курсы, актёрские курсы, курс по пластике, да, можно их будет в свободном режиме посетить, там абсолютно бесплатные эти мероприятия. Вот. Ну, наверное, да, наверное, вот так. Спасибо большое, спасибо большое, Алексей. Спасибо, было очень интересно. В студии был Алексей Козлов, также в студии была Лиля Брик, моя сведущая, и я, Максим Плетнёв. Мы очень рады, что вы нас сегодня смотрели, и до скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...